Возвращение домой. Книга Ездры, 7 глава, с 1 по 10 стих. После сих происшествий в царствовании Артаксерса, царя Персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азари, сын Хелки, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амари, сын Азари, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишруя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона, первосвященника. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все пожелания его так, как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли Верусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксерса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, Так, как благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Размышления, часть 1. Источник перемен. Книга Ездры, седьмая глава с первого по седьмой стих. Седьмая глава – важный поворотный момент в книге Ездры. Между шестой и седьмой главами проходит 60 лет, в ходе которых происходят события времен правления царя Аксеркса в 486-465 годах до Рождества Христова. В Библии это Артаксеркс. Книги Исфирь. В 465 году воцаряется его сын Артаксеркс. И в 458 году Ездра, та, долго ждавшая этого момента, возвращается в Иерусалим. Примерно двум тысячам мужчин и их семьям, жившим в Вавилоне, требовалось 4 месяца, чтобы добраться туда. К этому времени, с момента восстановления храма, минуло уже 58 лет. Происхождение Ездры дает ему полномочия левита и духовного вождя. В начале главы показано, что его родословие восходит к Аарону. Под Божьим руководством Ездра и его команда принесут в Иерусалим радикальное пробуждение и большие перемены. Приносите ли вы изменения туда, где находитесь? Пусть ваша церковь творит историю. Если хотите увидеть перемены, начните себя. Не удовлетворяйтесь тем, какой вы есть. Размышления, часть 2. Рука Бога над нами. Книга Ездры, 7 глава, с 8 по 10 стих. Дважды в сегодняшнем отрывке говорится о Божьей руке над Ездрой. Стихи 6 и 9. Что это означает? Божья рука в Писании представляет силу, власть и провидение Божье. Своей рукою Бог правит миром согласно своей воле и целям. На протяжении всего Писания, о чем бы ни шла речь, о богатстве или бедности, благословении и проклятии, наказании или утешении, в самых разных ситуациях люди говорят о Божьей руке над ними. Его рука означает нашу полную зависимость. Мы в его руке, и без него мы не можем делать ничего. Помимо того, Ездра старательно изучает Божье Слово. В стихе 6 он назван «сведующим в законе», что буквально означает «опытный». Он изучает закон всю жизнь. Пробуждение приходит через учение слова. Полюбите слово, заучивая его наизусть. Прочтите стих 10 раз, а затем закройте Библию и повторите его. Нам нужно стать сведущими в слове. Молитва. Господи, пожалуйста, помоги мне прилежно изучать Писание и иметь достаточно самодисциплины для этого. Сделай меня источником изменений в моей школе, на рабочем месте, в семье и обществе. Но прежде, чем я начну что-то менять, Ты измени меня. Пусть надо мной будет Твоя сильная рука. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 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 Аминь.